Приветствую представителей знака Зодиака Рак. Это общий астрологический прогноз на май 2024 года. В этом месяце осуществляются ваши мечты, очень много транзитов по дому осуществления мечт. И Новолуния 8 мая, и Меркурий с 15 мая до конца месяца в вашем доме осуществления мечты, и Венера почти весь месяц до 23 мая в вашем доме осуществления мечты, и Юпитер также до 26 мая в вашем доме осуществления мечты. Как видите, небезосновательно я говорю о том, что месяц осуществления мечты. В общем-то, конечно же, уважаемые раки, может пройти тема того, что эту мечту вы воплотите своими руками. Понятное дело, что да, чудеса нужно сделать своими руками, да, у Бога нет других рук, кроме наших, но в плане осуществления заветного желания вам также могут помочь и другие люди. Да, это может быть вы сами, но может быть и другие люди. Кто эти люди? По 11-му дому гороскопу друзья. Причём, что друзья могут быть онлайн. То есть, может быть, это те люди, с которыми вы даже и не встречались. Это также могут быть ваши знакомые, даже клиенты. Это могут быть люди, с которыми вы так или иначе пересекаетесь в каких-то сообществах, и знакомы очень даже поверхностно. К примеру, по 11-му дому гороскопа. Это могут быть люди, которые где-то ходят, куда и вы ходите. Например, вы ходите где-то чему-то обучаться, и эти же люди рядышком с вами. Не сказать, что они как бы ваши друзья, но приятели. Либо спортивные какие-то вы посещаете, может быть, вы бассейн посещаете, в кафешку какую-то ходите, там периодически кого-то видите. То есть, это вот такие лёгкие, скажем так, знакомства, небольшие, непродолжительные разговоры. Может быть, конечно же, что пройдёт тема и истинных друзей, действительно, прямо друзей-друзей. Но, может быть, и больше даже какие-то люди, которые дружелюбны к вам, тоже могут вам помочь. В общем-то, это такие ангелочки, люди, которые называют земные ангелы. В общем-то, да, это люди, которые ничего вам не обязаны, но почему-то что-то для вас хорошее делают. Это могут быть дети. Конечно, те, кто работает с детьми, для вас это особенно актуально. Здесь может быть помощь от какого-то ребёнка, не вашего, то есть чужого ребёнка. И, опять же, это может быть целый детский коллектив, который каким-то образом вам поможет. Следующая энергия — это энергия внуков. Поэтому, если у вас есть внуки, то здесь тоже. Да, смотря, конечно, сколько внукам лет, но тем не менее. Если вы бабушка, и ваш внук достаточно взрослый, может быть, вам денежку подарят, например, на осуществление какого-то вашего заветного желания. Вот так оно осуществится. То есть так или иначе, каким-то чудесным образом ваши мечты осуществляются. Ну, а если вы совершенно свободны и одиноки, то вот чудите сами, естественно, и сами делайте чудеса своими руками. Здесь можно всё сделать и в космос полететь. Кто мечтал о воздушном шаре, кто мечтал о полёте на каком-то самолётике, банджи-джампинг, не знаю, всё что угодно, всё что угодно. Здесь вы можете осуществить свои очень давние мечты. Может быть, 20-летней давности. И, опять же, смотря, сколько вам лет, да, может быть, и больше. Один из-за том гороскопа. Он вообще про людей взрослых, про людей, которым за 40 лет. Поэтому, если вам за 40 лет, то месяц будет очень про вас. Что здесь может пройти? Вторая молодость. Вот, опять же, один из-за том гороскопа. Это, например, когда вы, вам, например, 45, и вы впервые становитесь на коньки, либо на ролики, садитесь вновь на велосипеде, вспоминаете то, что вы делали в юности. Здесь идёт третий брак по счёту официальный, а также гостевой брак по одиннадцатому дому гороскопа. Поэтому такого типа отношения будут актуализироваться. Отношения на расстоянии будут актуализироваться. То ли вы познакомились с кем-то и никогда не виделись, такие отношения будут актуализироваться. То ли вы знакомы, но сейчас по какой-то причине не вместе. То же самое. Больше общения. Восстановление отношений может быть. С другой стороны может пройти и охлаждение, и пауза. По одиннадцатому дому гороскопа идут непредсказуемые отношения, и тут отношения очень странные, как для нормальных людей, скажем это так. По одиннадцатому дому гороскопа идут все новые типы отношений. Это дом водолея. Это дом эпохи водолея. Во время водолея все женщины будут старше мужчин. По-моему, я уже про это говорила. По одиннадцатому дому разница 11 и более лет. Поэтому если у вас отношения с разницей в 11 и более лет, то вы передовой человек. То вы уже в эпохе водолея. Дальше все такие будут отношения, и разница будет еще больше. Поэтому если у вас такого типа отношений, они будут актуализироваться. Но что значит актуализироваться? Это не значит, что только лишь хорошо. Нет. Может, напротив, ваш молодой человек, который реально молодой человек, будет давать какие-то выборки и вести себя как клоун и как шут. Поэтому, учитывая мою аудиторию, учитывая, что моя аудитория 35+, если у вас есть отношения с человеком на 11 лет моложе, он действительно может вести себя как дурачок, мягко говоря, по одиннадцатому дому гороскопа. Одиннадцатому гороскопу — это дом шута, старший аркан шут. Думаю, что многие из вас знакомы. Шут — дурак, клоун — фокусник и так далее. Качели-карусели. Вот такого типа отношения, как американские горки, тоже могут быть актуализированы. А если вы моложе своего избранника на 11 лет, то это вы можете чудить. Поэтому смотрите, кто где. Если тема любовных партнёрских отношений для вас не актуальна, то это, конечно же, ваши дети. То есть это ваши дети, опять же, могут так себя вести. Опять же, внуки, у кого есть внуки, то же самое. Какие-то странные поступки, странное поведение, непонятное. Какое-то НЛО, вы этого никогда в жизни не видели. По 11-му дому гороскопа создаются новые типы отношений. Мир этого ещё не видел, и поэтому вам может быть очень трудно. Новое поколение подрастающее, если вы с ним общаетесь, вам с ним очень трудно, потому что такого ещё не было. Уже всё было, но такого ещё не было. Тем более вы с нас дьяк и рак. Вам свойственно общаться с людьми, как мамочка. Вам может хочется всех обогреть, накормить, приласкать, даже если вы мужчина. Но смотрите, да, дети бывают злые и жестокие, в том числе как жестокий злой клоун. Берегите себя в этом месяце. В третьей декаде месяца 20 мая солнышко переходит уже в знак статиака близнецы. Это ваш 12-й дом гороскопа. Этот дом гороскопа подходит для того, чтобы заниматься духовным развитием, личностным ростом. Если вам нужно обратиться к психологу, психиатру, психотерапевту и другим специалистам, которые работают с вашей душой, обращайтесь. Если вам нужно обратиться к мастеру, мистику, магу, торологу, шаману, рогрессологу, родологу, то же самое для нас в том гороскопе очень подходит. Если вы сами работаете в этих отраслях, у вас будет очень успешный и прибыльный месяц, в частности, третья декада мая. Если вы хотите, уважаемые раки, обратиться ко мне лично, как к торологу, мой номер телефона в комментариях по данным видео. Также, уважаемые раки, 12-го гороскопа – это символический дом подготовки уже к дням рождения. Поэтому заказывайте свои соляры уже можно, ваши дни рождения уже относительно скоро. Заказывайте свои гороскопы на ваш личный Новый год от дня рождения до дня рождения. Или второй расклад на год соляр. Тоже есть такая услуга. Или любую другую работу. Если вы захотите в третьей декаде мая отдохнуть, это подходящий период. Подлечиться, съездить в санаторий, профилактику какую-то пройти. Если вам нужно профилактически лечь в больницу и, например, прокапаться, то, конечно, третьей декаде мая подходит. Но помните, что это общий прогноз, естественно. Потому что вы это понимаете. Вообще, в целом, в общем, май хороший. Здесь нет ретроградного уже Меркурия. Здесь нет ретроградного Марса, не Венеры. В общем-то, месяц хороший для того, чтобы заниматься всем. В том числе, конечно же, здоровьем. Психосоматику лечить в этом месяце очень хорошо. И физику тоже. Почему физику? Потому что 23 мая полнолуние в вашем доме физики, то есть физического здоровья. Если солнышко в доме духовного и душевного здоровья и Венера в доме духовного и душевного здоровья, то Луна в доме физического здоровья. Она ваша управительница, уважаемые рачки. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, это тоже для вас актуально. По Луне, естественно. Если у вас в Раке Луна, и вы смотрите гороскоп для Раков, то полнолуние, полная Луна — это именно то событие, которое для вас скорее будет проигрываться больше всего. И вот как раз-таки полнолуние 23 мая — это про то, что вы занимаетесь физическим вашим здоровьем. Физическим. Также бытом, то есть здоровьем вашего дома. Быт — это здоровье дома. И работа, тема работы. Смотрите, какая история. Если работа вредит вашему здоровью, то по такому полнолунию может пройти увольнение. Если с работой всё в порядке, и она укрепляет вас по жизни, то всё и так дальше будет укрепляться. И работы может быть ещё и больше полно. Работы на полнолуние. Если вам работа даёт энергию, вы заряжаетесь, если вам достаточно денег от вашей работы, то работы и денег будет больше. Если же работа у вас забирает энергию, и вы, например, работаете, но все деньги потом тратите на лекарства, то вы можете уволиться на такое полнолуние, то есть смотря в какой вы сейчас ситуации. Посмотрите внимательно, что происходит. 23 мая полнолуние в доме физического здоровья, точнее 23 мая. И в этот же самый день Венера переходит в дом вашего духовного здоровья. Духовное и физическое здоровье в совокупности психосоматика. Поэтому ещё раз подчёркиваю, что психосоматика прежде всего. Полнолуние в стрельце называется «Цветочная луна». Вообще это замечательные три названия. Мне очень нравится. В апреле луна розовая, в мае цветочная, в июне клубничная. Это просто шикарно. И я подобрала цветочек для вашего знака зодиака. Вообще у каждого знака зодиака разные, конечно, цветы. Напишите, какой цветок нравится именно вам. Но я выбрала гордению в качестве иллюстрации. Почему? Опять же, потому что она похожа немножко на полную луну, на полнолуние. Вообще все цветы такого вот белого лунного, бело-серебристого цвета ваши. Я думаю, что вы знаете, что ваш камень – это жемчуг. То есть эти вот оттенки чуть-чуть в молочное, чуть-чуть в серый, в серебро. Вот как вот часы на руке. Вы видите, здесь на картиночке тоже ваш цвет. Поэтому жемчужный, молочный, серебристый. Цвет хрусталя лунного камня – это всё ваши цвета. Вот такое романтическое, на самом деле, полнолуние. Несмотря на то, что, конечно, у вас оно в доме не романтическом абсолютно, а наоборот, в доме быта, тем не менее, может проиграться даже и романтически в плане того, что душа ваша будет любима вами же. Вот красиво. Опять же, будет хотеться ухаживать за ней, будет хотеться чистоты души. Такое полнолуние подходит для очищения и для избавления от вредных привычек. Уважаемые раки, это лучшее полнолуние в году, во всём 2024 году, чтобы избавиться от вредных привычек. Поэтому дерзайте. Это полнолуние лучшее в году, чтобы избавиться от болезней. Поэтому очищайтесь. Максимально и душу, и тело. Ещё одно супер-мега-важное событие — это, конечно, транзит Юпитера. Солнце в близнецах, Венера в близнецах и Юпитер в близнецах 26 мая. Но если солнышко идёт по близнецам месяц, то Юпитер идёт по близнецам год. Итак, внимание, с 26 мая 2024 года по 9 июня 2025 года уважаемые раки, Юпитер в вашем доме 12. То есть там же, где в третьей декаде мая Солнце, Венера, там и Юпитер, следующий весь юпитерианский год. Что может произойти самого грандиозного по этому транзиту? Ваша эмиграция, беременность — это вот те два события по 12 дому, которые самые редкие, самые существенные. Думаю, что вы понимаете, это очень существенные вещи, вещи, которые меняют всю жизнь. Чаще по 12 дому что проходит? Желание быть в уединении и творить, что-то читать, изучать. Юпитер, он гуру. Читать какие-то книжки, прям натуральные книжки, то есть не электронные, а бумажные, такие здоровые, такие какие-то тама, энциклопедии. Перечитать все какие-то там сборники, издания, может появиться желание. Написать свою книгу тоже может появиться желание. Вообще творить, творчество очень много. 12 дом — это дом также и мистический, поэтому и заниматься магией тоже может захотеться, психология опять же, те же. Как вы понимаете, по 12 дому гороскопа всё, что я, в принципе, до того вам озвучивала, тоже актуально будет и весь год по Юпитеру. То есть всё, что я вам говорила про здоровье, про психосоматику, будет актуально в течение всего Юпитерианского года. Всё, что я вам говорила о чистоте и об очищении будет актуально в течение всего Юпитерианского года. Это тема путешествий, конечно же. То есть даже если это не иммиграция, будет хотеться куда-то поехать что-то новое узнать. Опять же, кто не может, это будет онлайн. Сейчас всё, можно практически всё делать онлайн. Отношения с каким-то иностранцем либо иностранцами и здесь от и до. Может быть, это какой-то один человек, ваш друг, например, а может быть, у вас клиенты из-за рубежа иностранцы. Может быть, и то, и другое. Но общение с иностранцами, изучение иностранных языков, культур, веры и религии Юпитер — это планета религии. И 12 дом — это дом религии, Бога. Поэтому кто-то из вас, может быть, поменяет даже религию. Кто-то выйдет либо наоборот войдёт в какой-то религиозный эгрегор. Кто-то, может, дополнит и станет разные религии изучать и разным богам поклоняться такой вот фьюжн. Тоже возможно. Атеизма здесь нет. Вот единственное, чего здесь нет, это атеизма. Возможно, напротив, от атеизма перейдёте к вере и к религии, даже вплоть до фанатизма. То есть здесь напротив может быть крайняя степень. Если у вас тема любовная, она тоже может пройти, как в некоторой степени фанатичная. И есть такое прекрасное выражение, что любовь — это наивысшая форма поклонения Богу. Я бы вот так назвала этот ваш Юпитер, транзит для вас, как любовь — это высшая форма поклонения Богу. Уважаемые раки, по 12-му Дому гороскопа вам, может быть, захочется быть в уединении, в заточении, как в монастыре. Поэтому, если хочется, не сдерживайтесь. Действительно, если вам захочется организовать себе такую келью, организовывайте, продвигайтесь в этом направлении. Очень может захотеться в этом году поучиться, причём духовно поучиться. Поэтому найти себе гуру какого-то, священника вам может тоже захотеться. А также вы можете стать таким человеком. Если вы человек мудрый, если вы являетесь светилом науки, то вас будут многие слушать. Если вы работаете преподавателем, в частности, преподавателем в ВУЗе, особенно для вас будет успешный, удачный год. Если вы зарабатываете деньги в иностранной валюте, очень успешный для вас будет год. Если вы работаете за рубежом либо с иностранцами, тоже для вас будет успешный год. Естественно, если вы вращаетесь в кругу действительно очень умных людей, а также очень богатых и влиятельных. По Юпитеру у нас идут все очень авторитетные личности и судьи, и депутаты, и дипломаты. То есть такие значительные люди могут быть вокруг вас. Если вы планируете по Юпитеру в 12-м доме оформление документов, связанных с заграницей, тоже будет идти хорошо. Кажется, перечислила все. Хотя 12-м домом очень разнообразно, здесь можно перечислять просто бесконечно. Здесь, как вы понимаете, идёт и беременность, и родология, изучение рода, и иммиграция, и налогонеблагаемые доходы. Поэтому, на самом деле, дом широкий. Из негатива тут может, конечно, быть страхи, фобии. Поэтому, если вдруг выплывут работать с этим, я вам об этом уже сказала, что год подходящий для того, чтобы работать психологом, чтобы исцелять психосоматику, дочисток. Поэтому, если вдруг у вас есть какая-то проблема, которую нужно, например, вылить на воск, обращайтесь. Если у вас проблема, какая-то детская травма, обращайтесь. Если у вас что-то к разным специалистам, но ищите человека, который вам поможет. А может быть, это один и тот же человек будет, человек с образованием психолога, который делает отливки на воск. Если у детей ваша какая-то проблема, то же самое. Можете и деток своих водить, и заодно себя. Например, если вы, например, боитесь собак, и ваши дети боятся собак, пошли все вместе, сняли испуг. Так что, уважаемые раки, вы знак семьи и материнства, и детей. Смотрите, может, правда, у вас пойдет все вместе, потому что Юпитер, он как раз и показывает семью и сообщество какое-то, бабушек, дедушек, кстати, в том числе тоже показывает, и других родственников. Может быть, вы будете заботиться, может быть, опять же, это вы тот человек, который может своим детям помочь сами. поэтому смотрите, у кого как, прогноз общий, не забывайте об этом. Заказывайте свои личные гороскопчики, за этот гороскоп, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк, и напишите себе комментарий, и подписывайтесь. Всех благ, всего добра. Субтитры создавал DimaTorzok